Второй день у участников форума начался с лекции по оказанию первой медпомощи и занятий по сборке и разборке оружия. Опытные бойцы, которые не понаслышке знают, что такое реальные боевые действия, объясняют ребятам, как правильно обращаться с оружием на примере автомата Калашникова и пистолета Макарова. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи – вот главная задача проведения форума. Проводится он при поддержке фонда президентских грантов. После обеда у нас, как вы видите, уже начались спортивные виды игр, где результаты будут единолично. То есть каждый участник, кто быстрее, кто дальше, кто выше, кто лучше метнет. Несколько лет подряд Республиканское общественное движение Турполхуа занимается разного рода организацией мероприятий для детей погибших сотрудников у нас в регионе. Подобные игры в прошлом году прошли в Урусмартановском районе, но там были дети только нашего региона, дети погибших сотрудников нашего региона. И в то время, в тот момент, еще была задумка устроить межрегиональные игры, военно-спортивные игры для всех вот этих детей Северного Кавказа из каждого региона. Соревновательный дух здесь на самом высоком уровне. Особенно это можно заметить на спортивных состязаниях. Каждый участник хочет выполнить как можно больше отжиманий, кинуть ядро дальше и быстрее всех пробежать 100 метровку. Видно, что ребята в очень хорошей спортивной форме, показывают неплохие результаты. Очень хорошая, здоровая конкуренция. Также гости наши из других республик идут, так сказать, нос к носу. Неплохие результаты, я доволен. В программу проекта «Наследие героя» входят разные аспекты. У одной группы сейчас проходят спортивные состязания, вторая же группа занимается стрельбой по биатлону. Настало время самого интересного – биатлона. Чеченцы издревле знали толк в оружии. И неудивительно, что именно в этих состязаниях проявляется наибольший азарт. Также в конце дня с участниками встретились сотрудники прокуратуры Веденского района. Они отметили, что на ребятах большая ответственность. Впереди участников еще два дня. Они проведут их в кругу товарищей и наставников. Раджа Бясадов, Ахмед Имакаев, Джалалудин, Арсенукаев. Новости.